В каких случаях женщина может брать лидерство и ответственность, ответственность и лидерство в семье? Вот мне интересно. На самом деле, знаете, мы рассуждали с женой перед эфиром на эту тему. Мужчина берет лидерство во внешнем, потому что он та стена, которая ограждает от внешнего. Женщина, наверное, имеет смысл брать ей лидерство именно в устроении внутри дома. Это семья, дети, воспитание. Там она лидер, там она диктует мораль, которая должна быть в семье именно внутри. Поэтому там это допустимо, потому что муж не может быть и внешне, и внутри. Какова задача этого лидерства, скажем? Женщина мягкая. Вот смотрите, Исаак же приходил к матери, был в ее шатрах. Почему? Не к отцу, а к ней. Вот там есть всеобъемлющая материнская любовь, там есть всеобъемлющее принятие, прощение, там есть все. Вот эта та нежность, я не побоюсь этого слова, нежность дарует женщина. Мужчина это стойкий, суровый, это воин, он снаружи. Там я тебя научу, сын, дочь, как надо противостать этому миру. А внутри должна быть эта мягкая материнская сердцевина. И она там должна быть. Знаете, спасибо, что вы дали иллюстрацию, потому что меня на всю жизнь поразил один факт. Я видела семью христиан, причем таких уже не первый год они были, молодые, правда, люди. И они, как бы их отношения трещали по швам. Жена была очень такая, как раз это соприкасается с темой нашего эфира. Потому что она была воспитана мамой-одиночкой, и она была таким прям суперлидером, доминантным лидером. И понимая, что что-то не так в их отношениях, она брала за них полную ответственность. И когда муж все-таки возвращался, пытаясь построить эти отношения опять, она ему как бы зачитывала список, там письмо, которое она к нему готовила. И там вот один из пунктов этого письма был, ну все, теперь у нас будет все иначе. Каждый день мы будем начинать течение Слова Божьего, будем молиться каждый день. И в общем она ему вот этот список читала, и муж послушал, развернулся и ушел. И вот так вот лидерство в семье женщины, вот именно в этой семье было закончено. В каких случаях все-таки женщина может брать ответственность? Мне кажется, что это очень сложно и для мужчины, и для женщины, чтобы лидером была женщина. То, что устройство дома, мудрая жена устроит свой дом, я согласен, потому что это писание говорит. Но можно ли это назвать лидерством, наверное, она та, которая устрояет дом свой, вот этот семейный очаг, уют, куда и ему хочется прийти, и детям хочется, вообще там атмосфера есть, да. В этом отношении — да. Но сказать, что она лидер, как бы вот в моем представлении, лидер — это человек, который обладает правом последнего голоса. Вот кто-то в конкретной ситуации должен сказать, вот мы сделаем вот так. Мне кажется, что это право навсегда закреплено за мужчиной. Опять же, с оговоркой, если этот человек на своем месте. — Знающий Бог. — Да, если здесь идет злоупотребление и постоянное вот принижение женщины, жены в этом случае, я думаю, она долго не его и держит. Или она превратится в рабу, она просто будет доживать свой век, сломленная под этим крестом. И есть и такие, да. И меня эти женщины всегда удивляют своей вот стойкостью, вот таким посвящением. А может, просто уже в силу обстоятельств сломанных людей. Вот, то я считаю, что все-таки мужчина, ну, действительно, он должен быть главой в семье. А в каких обстоятельствах в отдельных женщинах начинает управлять домом? Ну, это, конечно... — Это очень широкий такой вопрос. — Да, очень широкий вопрос. И мне кажется, от него страдает и женщина. Сомневаюсь, что какая-то женщина хочет управлять. Либо она жертва какого-то воспитания, что так сложилась ее жизнь, что она хочет рулить. По своему состоянию женщина хочет быть замужем. Она хочет быть защищена, уверена, спокойна. Вот, как я иногда своей жене говорю, ты меня аж сердить начинаешь. Ты, говорю, что-то делай, думай. Она говорит, зачем ты все думаешь за меня? Некомфортно за твоей спиной. Ну, это хороший комплимент вам, Александр. Я думаю, что это прекрасно, что она полностью доверилась вам. И я думаю, что на самом деле, как бы со своей стороны, хотела бы сказать, в каких случаях женщина может брать ответственность и лидерство в семье. Действительно, я бы сказала, что лидерство женщины, оно другое немного, чем мужчины. Но оно действительно другого стиля. Вот это нужно отметить, потому что действительно есть последнее слово. Но есть вот мягкое откровение женщины. Она действительно глубже сердцем понимает эмоции, чувства. И действительно, я согласна абсолютно. Ей в первую очередь доверено созидать дом. Сказано, что умная женщина, она созидает свой дом. А глупая разрушает его своими руками. То есть Писание говорит о том, что именно от женщины во многом зависит то, насколько будет создан ее дом. Не столько даже она созидать должна мужа, переделывать его как-то. Писание об этом практически ничего не говорит. Говорит о том, что жена должна почитать мужа. Но она... Там даже написано, что мужья могут без слов быть приобретаемы. Абсолютно. Если она благочестива. Если она знает себе цену, не побоюсь это сказать. Кто она в глазах Бога. Если она воспитана правильно и Богом, родителем, то, конечно же, такой муж тоже захочет прийти и посоветоваться, посидеть где-то, прислушаться. Потому это крест для женщины быть лидером. Я считаю, что это... Ну, как это сказать? Это крест. Мне кажется, вот именно в тех областях женщина, как никто другой, прекрасно понимает состояние своих детей, особенно маленьких. То есть брать ответственность за их здоровье, за их приемы воспитания, за те направления в жизни, которым им стоит уделять внимание, развивать, в какие секции водить. То есть муж, поскольку он высвобожден в правильной модели семьи как раз для внешнего, может быть, он и не видит всех нюансов жизни детей. Но жена, обладая сердцем чувствительным, она вполне способна предложить мужу информацию о детях, рассказывать, решения, определенные решения, с которыми он может согласиться или предложить какую-то свою модель. Я согласен. Поэтому... Даже интересно, вот Павел, говоря Тимофею о его вере, упомянул о бабушке и о матери Тимофея. Ни о дедушке, ни о папе ничего не вспомнил. Не знаю, по какой причине, но почему-то именно бабушка и мама сыграли такую важную роль в его духовном становлении. Абсолютно. И я с этим согласна. Опять же, стиль лидерства в любви, в посвящении, в вдохновении, в том, чтобы не навязывать силовым образом свою точку зрения, но дать возможность родным, близким принять ее, услышать ее положительные стороны, скажем. И даже отрицательные, но и принять решение правильно и правильно подать. И женщина может вдохновить своего же мужа или людей, которые ее окружают, на большие перспективы. Не заставляя их, но именно вдохновляя. И мне интересно, что библейский принцип от ответственности женщин мы видим как раз... Сегодня мы упоминали Руфь, да, то есть мы упоминали и знаем, что в генеалогию Христа записано Ирааф, например, и так далее. То есть женщины, они принимали определенные решения, да, за семью, но они не заставляли, они с ножом у горла никого не держали. Они принимали решения, посвящения и были движимы вдохновением, любовью и мотивами защиты и созидания. И вот именно это служение, я думаю, нужно женщинам, конечно, искать Божьего водительства, чтобы уметь представлять это лидерство достойным образом. Не копируя мужчин, но быть теми, кем Бог их создал. И я думаю, что Бог дал женщинам гораздо больше, на самом деле, власти и влияния, чем мужчинам. Ну или хотя бы как минимум пополам. Во всяком случае, мне очень нравятся женские конференции, общаться с сестрами. И одна моя любимая подруга, Анжела Соколова, она сказала, бойтесь желаний женщины, потому что если она чего-то хочет, то мир меняется. Боимся. И мы действительно видим, что когда Ева чего-то захотела, мир изменился. И когда Мария сказала Богу «да» и сказала «да», я хочу той судьбы, которую ты даёшь Господь, мир опять изменился. Поэтому есть женское лидерство. И когда женщина знает Бога, любит Его, преданно Ему, то это лидерство становится благословением. Когда мы отходим от Бога, оно становится проклятием, и оно похоже на то, что приносит смерть.